итак начнем неважно одиночная или многопользовательская начнем с одиночной вы будете играть с компьютером если вы нажмете кнопочку показать доступные сценарии в этом случае у вас откроется вот такое вот окошко в котором будет много разных пользовательских карт которые можно играть в первом столбике пишется сколько здесь игроков далее размер карты и какая версия игры вот клинок армагеддона идет точнее возрождение рафи потом идет клинок армагеддона и после этого уже идет вот такое вот дыхание смерть и на английском и на русском есть когда вы нажимаете на ту или иную карту вот здесь вот справа идет описание условия победы нужно всех победителей нет вот здесь кстати тоже показано вот например здесь захватить все шахты нужно для победы до или потерять всех своих героев в общем такие моменты довольно интересные также можно карту отсортировать по размеру карты вот минимальные карты средние большие очень большие или отображать все карты которые необходимы вам есть например карты на которых нужно либо победить врагов либо отстроит грааль что довольно интересно итак заходя непосредственно в игру вы видите вот такие вот кнопочки есть новая игра для того чтобы начать новую игру загрузить игру если вы начинали играть игру до этого рекорды здесь вы можете посмотреть если нажмете на кнопочку компании кто сколько очков набирал в компаниях можно стараться по рейтингу набирать побольше для победы и посмотреть с каким юнитом ваш уровень игры можно сравнить и в обычной то есть это случайные карты это какие-то сценарии которые вы проходите тоже здесь можно набирать разного рода баллы помимо этого можно посмотреть на создателей здесь появляется разработчик hd-мода bara torch можно выйти из игры но нас с вами интересует именно новая игра новая игра может быть разная вы можете пройти игровое обучение и чтобы ознакомиться хоть с какими-то минимальными возможностями в игре которые есть и дальше уже от этого плясать и учиться играть можете пройти игровую кампанию эта игра на прохождение нужно выполнять определенные миссии проходить раунды для того чтобы достичь каких-то моментов здесь ваши возможности ущемлены вы должны играть по сценарию кому-то это может быть интересно многопользовательская игра это если вы хотите играть с какими-то игроками в онлайне и здесь в общем-то можно будет выбрать или один из доступных сценариев слева это обычные карты которые можно кстати отсортировать кнопочкой маленькие здесь только маленькие карты средние здесь средние большие очень большие и все карты которые есть также карты делятся на версию игры можно играть в карты с вот таким вот изображением это значит карты были созданы для самой первой версии возрождение рафии третьих героев далее сметчиком идут с клинка армагеддона версии и в общем-то для самой новой версии идут дыхание смерти во все версии в дыхании смерти в так называемом соде можно играть он поддерживает и предыдущие версии и в общем-то текущую последнюю версию также слева вы имеете возможность видеть насколько игроков рассчитана та или иная карта какой размер карты ml excel excel с подземельем или что-то в этом роде условия победы то есть найти грааль например захватить какой-то город убить какого-то юнита вот как вот здесь нажимая на ту или иную карту вы можете прочитать описание сценария что вам там будет необходимо делать здесь можно выставлять размер точнее не размер а сложность игры есть минимальная сложность игрок начинает с огромным запасом ресурсов компьютер играет очень слабо побеждать тут очень легко есть сложность нормальная игрок начинает со средним запасом ресурсов компьютер играет хорошо но даже вот этот вот средний запас ресурсов это очень много на самом-то деле далее сложность высокая игрок начинает с таким же запасом ресурсов, как и компьютер. То есть вы с компьютером идете наравне. Компьютер играет на пределе своих возможностей. То есть уже даже при игре на 130 процентов компьютер будет выкладываться по максимуму. Причем на 130 процентов это абсолютно равная ситуация. Сколько ресурсов у вас, столько и у компьютера. Далее 160 процентов. Здесь игрок начинает с ограниченным запасом ресурсов. Там буквально по 10 ресурсов каждого вида или что-то около того. И всего лишь 10 тысяч золота. Для нормальной отстройки замка этого мало, поэтому приходится еще где-то бегать и добывать. Тут вы уже ущемлены. А вот компьютер играет все так же на пределе своих возможностей по максимуму. И он здесь не урезан. То есть он все-таки немножко уже по экономике будет начинать впереди. Ну и 200 процентов сложности. Это игрок начинает вообще без ресурсов. Хотя с плагином М200 вам дается 2500 золота на старте. И немножечко дерева, немножко руды. Там буквально по 5 или по 10. Ну то есть совсем чуть-чуть. Вам этого все равно будет недостаточно. А компьютер стартует с огромным количеством ресурсов. Поэтому дойдя до третьей сложности вы уже будете играть на равных с компьютером. Все что будет идти выше компьютер лучше играть не станет. Просто у него будет больше ресурсов, а у вас меньше. Вот и вся разница по сути. Едем далее. Что тут еще можно сказать? Можно выставлять пвп опции, но это для тех кто хочет черкать шаблоны. Например, точнее города. Есть такая вещь как выбор города. Можно стартовать случайными городами. Мы с вами рассмотрим этот вариант. И случайными героями можно при желании вычеркивать по очереди города до тех пор пока останется три города, из которых сначала один выбирает себе игрок, и потом из двух последних второй. Нажимая на эти города, вы видите их вычеркиваете. Вычеркиваете. Осталось три последних из них. Выбрали какие вам надо и все. Например, вам надо определить, а кто же из вас будет первым начинать там вычеркивать города. Это так называемый черк. Или кто из вас, к примеру, хочет выбрать первым цвет и так далее. Есть такая вещь как кинуть монетку. Первый игрок, например, загадывает от нуля до единицы и пишет об этом второму игроку. И кидается монетка. Монетка ноль. Если человек загадал единичку, то он проигрывает. Если загадал ноль, то он выиграл и он там решает какой-то момент. Можно сгенерировать случайный город. Например, вы решили на зеркальном шаблоне или на обычном играть одинаковыми городами. Генерируете случайный город. Выпал оплот, к примеру. Все, вы за этот город, например, играете. Можете дальше. Они случайным образом выпадают. Как повезет. Можно случайную пару сгенерировать. В этом случае выпадает, например, сопряжение на темницу. И каждый игрок начинает торговаться. Это называется выбор города по торговле. Кто предложит больше золота, тот и выбирает себе город как таковой. Например, если вы играете на 200% сложности и, в общем-то, с плагином Heavy Rules, вам дадут 2500 золота на старте. Вот на эти 2500 вы и торгуетесь. Остальное золото переводится сопернику. Если на 160, как большинство игр, в принципе, проходит, у вас есть 10 000 золота. Вот на эти 10 000 золота вы и торгуетесь. Например, первый игрок говорит, я даю тебе 1000 золота за то, чтобы выбрать город. Второй говорит, нет, а я даю 1500. Первый говорит, нет, а я 2000. Второй говорит, 3000. Доходит, например, до 5000, до 7 000. Ну, допустим, до 7 000. И в этом случае красный игрок говорит, ладно, я согласен. В этом случае ему эти 7 000 надо добавить. Пишите вот так. Красному игроку 7 000 и нажимаете на кнопочку перевод золота сначала. А синему пишите минус 7 000. Поэтому тот, кто будет играть красным цветом, у него будет 10 000 золота на старте. К ним будет добавлено сразу же 7 000 золота. Это уже 17 000 золота. А у красного будет от 10 000 золота отнято 7 000. У него всего лишь 3 000. Вот представьте, один стартует 17 000. Второй стартует 3 000. Уже как бы неравные условия. Но зато в этом случае тот, кто имеет возможность выбрать город, он себе сразу город берет более какой-нибудь комфортный для него. И думает, ладно, то золото, которое я отдал сопернику, я его за счет лучшего города попробую переиграть. Потом точно так же можно торговаться за выбор цвета. Точно так же предлагаете, кто больше. Второй кто-то соглашается, как на аукционе. И точно так же в целом смотрите, сколько кому золота надо перевести в общей сумме. И все это дело переводится. Ну а как я говорил, можно играть рандомным выбором. Тут уже каждый из вас может решить сам, что для вас лучше. Также есть возможность играть на случайной карте. Сверху выбираются шаблоны. Я вам показывал, да. Схем шаблонов есть очень много. Там десятки, ребят. Много десятков шаблонов. Рассмотрим, в общем, как они называются. Первое. Шаблон по умолчанию. Это случайно выпадет какой-то шаблон. Причем я бы, наверное, не советовал его использовать, потому что есть определенные там баги. И особенности не очень хорошие. Ни о каком даже близком равном раскладе там говорить не приходится. Многие моменты не предусмотрены. Все-таки разработчики, я думаю, что даже примерно не предполагали, до какого уровня дойдут игры на этой версии игры. Поэтому лучше выбрать шаблон. Дальше идут... Есть вот такие вот шаблоны, где буквы и цифры, где ничего не поймешь. Обычно первая цифра обозначает количество игроков. Потом сам шаблончик. Ну и там всяческие ухищрения идут. В скобочках идет тоже. 2P это значит 2 игрока, 4P это 4 игрока. Размеры карт. Минимальный размер, который можно для этого шаблона выбрать S. То есть минимальная. Максимальный это M плюс U. U буква это подземелье. То есть до M с подземельем максимум можно выставить. Есть и шаблончики побольше, которые называются нормальными. Например, Balance, Cold Shadow Fantasy, Clash of Dragons, который играется вообще минимум XL, максимум XL с подземельем. Ну и много-много таких шаблонов. Если вы сборку скачаете по моей ссылочке, тогда тут еще будет шаблонов больше, чем есть у других игроков. Поскольку некоторые шаблоны там еще я делал для каких-то турниров. Есть тестовые разные. Можно оригинал выставлять. Играть на оригинале при желании. Есть тоже там... Ну в общем можно даже самому делать целые сборки шаблонов, которые будут случайно выпадать. То есть делаете вроде как один шаблон, но на самом деле внутри него много. И они выпадают там случайным образом. Сделали свою сборку и поехали, да? При этом можно даже убрать название шаблона, чтобы соперник не мог изначально определить, какой шаблон выпал. Опытные игроки, конечно, когда они проведут разведку, они поймут, что это за шаблон и как дальше играть, скорее всего. Ну а для неопытных будет тяжело определить ситуацию. Так, едем дальше. Третий вариант, который у вас остается, это игра через программы TeamViewer. Хамачи, Гейм Рейнджерс или подобные. В этом случае вам нужно будет нажать TCP IP. Если вы создаете игру, то вы нажимаете хост и нажимаете на вот эту вот галочку. Название игры можно оставлять такое же, можно не писать вообще. Пароль тоже в принципе особого смысла нет ставить, можно без пароля. Нажимаете галочку и создается вот такая вот игра. Здесь тоже можно либо случайную карту выбрать, либо показать доступные сценарии, но только когда к вам уже подключится кто-то из игроков. Еще один момент. Вы хотите изменить свой ник во время игры, да? Когда вы нажимаете на многопользовательская игра, вот здесь снизу вот написано Армагедец. Вы можете написать как-нибудь по-другому. Единственное, старайтесь избегать пробелов. Ну и русские символы иногда могут с пробелами не очень хорошо работать. Лучше знак подчеркивания написать в случае чего. Там, например, знак подчеркивания и один. Или как некоторые любят писать ники, там, например, через равно. Как-нибудь вот так вот, я не знаю. Или там звездочки какие-то. Ну, в общем, каждый украшает свой ник, как пожелает. С этим вроде тоже разобрались. Если вы хотите подключиться к другому человеку через программы, о которых я вам говорил, и не играть через онлайн-лобби, тогда вы тоже нажимаете TCP IP, нажимаете кнопочку Найти. Возможно, игрок появится у вас вот в этом окошке, вы просто нажмете на него дважды, зайдете к нему. А может быть и нет. Вот здесь пишется ваш IP, но на него можете особо не обращать внимания. По нему вы не поиграете. Нажимаете вот здесь Найти. Вот здесь пишите IP соперника. Если, например, через хамачи будет у вас игра, то в этом случае там будет начинаться IP на 25, точка там 12. Там, например, вот такое вот что-нибудь. И после этого вы там, если человек создал с паролем, пишите пароль. Если без пароля, то просто нажимаете Зайти и все. Вот мы случайно ввели IP, поэтому нам пишет IP, конечно же, не найден. Так, давайте еще немножечко настройки с вами рассмотрим. Если вы нажимаете случайная карта, сверху выбираете шаблон. Дальше выбираете его размер. Маленькая карта, средняя, большая, очень большая. И подземелье ставите или не ставите. Дальше выбираете количество игроков. Сколько будет? 1, 2, 8 и так далее. Вот этот вот нижний можно вообще не трогать. Это сколько игроков будет компьютерами. То есть человек не может быть этим игроком. Например, вот если вы поставили людей 8, то компьютеров уже быть не может вообще. Например, если вы поставили 4 человека, вы можете поставить еще до 4 компьютеров. Больше 4 не получится этого сделать. Тут тоже как сами решите. Например, решили играть в команде. Например, 8 игроков. Нажимаете «Командное соглашение настроить». И смотрите, кто будет в одной линии находиться, а не в одной команде. Например, вы хотите, чтобы красный игрок был в команде с зеленым. В столбике зеленого нажимаете напротив красного. Все, они в одной строке, они вместе. Например, оранжевый с синим. Хотите, чтобы играли фиолетовый с этим, а этот с этим, например. все вы поделились на команды и теперь будете играть таким образом вместе к примеру причем вы будете видеть передвижение друг друга разведку которую вы проводите и так далее некоторые любят например играть против 8 компьютеров в одной команде то есть красный на одной позиции все остальных выставляете на вот такой вот они все будут играть вместе против вас таким образом вы усложните себе игру ну или добавьте себе там одного союзника вот у вас союзники здесь сразу же появились и те кто играют против вас дороги случайным образом выпадают если вы уберете вообще дороги будет сгенерирована карта на которой не будет дорог вообще можно выставить чтобы появлялись только быстрые дороги остальные нет если поставить и две галочки будут выпадать или быстрые или средние или вот так вот только медленный и быстрые или только медленные дорожки чем более медленная дорога тем больше очков перемещения вы тратите при перемещении по ней то есть если вы хотите замедлить игру ставьте медленные средненько можно сыграть можно ускорить игру по максимуму чтобы по бездорожью вы бегали медленно но по дорожкам могли нормально так ускоряться вода принято играть без воды потому что с водой связано огромное количество багов и если вы о них не в курсе советую воду убирать можно выставить чтобы были был большой континент который окружен водой можно вообще выставить чтобы одни острова были случайно ставить ну на свой страх и риск вообще принято играть без воды запомните это сила монстров какие насколько сильные монстры будут между зонами там внутри зон тоже можно здесь выставить но в основном играют все шаблоны или почти все сильными монстрами это я думаю тоже запомнить для вас будет не особо сложно pvp опции здесь точно такие же которые мы с вами рассматривали до этого есть еще снизу еще опции довольно интересны если вы включите галочку правила хв в этом случае вам и среди видами не нельзя будет прокачивать никаких навыков вы точнее нельзя будет прокачивать и среди видами не некромантию экспертную до тех пор пока они не прокачают все навыки она будет просто скрываться при прокачке помимо этого нельзя будет использовать свитки 4 и 5 уровня без отстройки гильдии магов нельзя будет против соперника на маленьких картах использовать специализацию по заклинаниям 4 уровня пока вы гильдию тоже не отстроить против нейтрала в битвах можно будет а против соперника например нет ну и многое другое подобного тоже будет использоваться прочитать про это вы сможете на портале heroes world либо в описании самого плагина дальше вы можете забанить объекты которые не будут появляться на карте например хилл форты это форты на холме не хотите чтобы они появлялись все ставите галочку их не будет картографы они очень читерные не хотите чтобы они появлялись убираем обелиски не хотите чтобы вы ваш соперник раскапывали грааль ставьте галочку их не будет на карте сами настраивайте в общем как хотите дальше если вы хотите чтобы у стартовых героев не было ситуации когда у них приходит только один стеки юнитов и вам непонятно как сражаться армии жутко не хватает ставьте эту галочку и всегда точнее вот эту и всегда будет второй стеку героя тоже то есть минимум два стека будет всегда 3 там рандомно 2 будет всегда если вы хотите чтобы все три стека были всегда для этого есть отдельный плагин который подключается если вы хотите чтобы всегда был отстроен второй юнит у вас в городе таким образом сбалансировать игру а то у кого-то будет только первый уровень юнитов отстроена у кого-то и второй и первый и тот у которого и 2 и 1 у него больше армии например на старте чтобы было баланс не можно поставить чтобы всегда был отстроен второй уровень у обоих и перестройка гильдии магов это нововведение которое очень сильно упрощает и ускоряет процесс игры если вы поставите эту галочку то в этом случае когда вы все уровни гильдии магов отстроить и в каком-то городе вам можно будет собирать ресурсы на нужный уровень и перестраивать его с нуля то есть вы собираете ресурсы например для отстройки первого уровня вам нужно чтобы у вас там было 5 дерева 5 руды или 10 дерева 10 руды точно не по моему по 5 и 2000 золота в этом случае вот если у вас столько ресурсов есть вы зажимаете клавишу shift на клавиатуре кликаете по гильдии магов и у вас открывается перестройка гильдии нажимаете перестроить первый уровень все заклинания которые были на первом уровне пропадают вместо них появляются новые причем учтите что заклинания не повторяются до тех пор пока все заклинания вы так не перестроить и поэтому не хватает у вас например замедления при перестройке она может уже появится но например есть уровни на которых можно и 45 перестроек делать пока вы найдете какое-то заклинание потому что заклинание мало там на высокоуровневых уровнях заклинаний много стеков слотов точнее мало в общем вкратце как-то так то есть можно быстрее за счет перестройки гильдии магов не начинать заново где-то гильдию строить и опять долго нудно искать нужное заклинание а просто построить все уровни а потом перестраивать нужные уровни пока не словите нужное вам заклинание но тоже имейте ввиду что в некоторых городах некоторые заклинания не появляются поэтому тут еще нужно знать механику игры вот в папочке с игрой лежит физмик так называемая книжечка вот и и почитайте чтобы ознакомиться с этими особенностями и перестраивать или не перестраивать библиотеку при перестройке гильдии магов это относится только к замку башни в городе башня есть как так называемая библиотека которая расширяет количество заклинаний слотов под заклинания на каждом уровне вот если вы хотите чтобы у библиотеки не перестраивались при перестройке любой гильдии магов заклинания а находились всегда в одном положении тогда убирайте эту галочку она не будет перестраиваться а если вы хотите башенку прям усилить максимально тогда сделайте чтобы перестраивалась и библиотека вместе с заклинаниями на каком-то уровне в этом случае можно будет еще быстрее чем в других городах попытаться найти нужные вам заклинания так ну и помимо этого еще интересный момент это в общем-то выставление таймера как такового то есть давайте вот многопользовательская игра два человека случайная карта и вот если вы нажмете показать дополнительные опции снизу здесь появляются герои игроки да например вы хотите поменять игроков местами например нажмите на флаг красный игрок пропал видите здесь появился сразу же другой player 2 потом нажимаете на синий здесь оказывается нижний игрок то есть вот таким образом можно менять игроков между собой также здесь можно выбирать героев можно вот так вот кликать по стрелочкам выбирать нужный город можно просто нажать на город с hd модом можно выбрать любой город сразу и здесь же выбрать и героя нужного вам ну и выбирается бонус какой вам надо золото чтобы больше золота было от 500 до 1000 золота на старте больше ресурсы за каждый город кстати ресурсы разные здесь например дерево и руда у крепости тоже здесь ртуть у замка это тоже дерево и руда у оплота это кристаллы ну и так далее тут уже каждый тоже для себя сам решит тоже довольно удобная вещь далее можно выставить таймер то есть можете играть вообще без таймера например выставить классический таймер и поставить в самый конец будет не ограничено каждый из вас может ходить сколько влезет и 2 будет сидеть и долго и нудно его ждать можно выставить сколько минут будет ходить 1 минута 2 4 6 8 10 15 20 25 30 и не ограниченный то есть когда заканчивается таймер ход автоматически передается сопернику во время боя в классическом таймере его еще называют содовский таймер времени идет то есть в бою тоже можно бесконечно сидеть и думать как вам лучше походить поэтому этот таймер не очень любят из-за того что некоторые начинают наглеть и специально лезть в бои когда им нужно куда-то отойти и у них таймер не идет в это время пользуются в основном шахматным таймером здесь есть три цифры первая цифра в общем можно пользоваться одним из тех таймеров которые уже выставлены они популярны пара по разным причинам можно выставить свой для этого нажимаете другой значит смотрите первая цифра означает сколько таймера вам дадут в первый день и первый день вы можете ходить нужное количество минут например 21 минута 00 секунд можно выставить меньше например вы хотите давать на первый день 16 минут и дальше вы выставляете сколько минут будет добавляться каждый следующий ход то есть например вам дали 16 минут из них вы 6 минут ходили и передали ход сопернику у вас осталось 10 минут наступает следующий день сколько вы хотите чтобы минут вам с каждым новым днем добавляли к тому таймеру который у вас есть ну например 6 минут до таким образом у вас добавляется еще 6 минут у вас опять получается 16 минут и вы опять ходите кроме этого можно еще давать таймер на битву во время битвы добавляться будет но вот в данном случае например 1 минута 15 секунд когда это время закончится если вы долго проводите бой у вас начнет отниматься основной таймер и если во время боя у вас таймер закончится полностью вы этот бой все равно будете проводить до конца но как только этот бой закончится ход сразу же передастся сопернику вы не успеете даже ничего толком сделать поэтому нужно с этим делом очень аккуратно но зато играя шахматным таймером ребят есть стимул ходить быстрее чтобы накапливать таймер и когда у вас будет сложная ситуация чтобы лучше подумать второй момент во время боя вы не будете куда-то далеко отбегать потому что идет время и вы не будете все это дело игнорировать ну и в целом более гибкая настройка до под себя или под соперника всего этого момента но также имейте в виду что нужно ставить галочку по принятию ходу чтобы все начиналось чтобы таймер не шел пока выход не примете потому что иногда все таки отойти надо а в противном случае соперник может ходить очень быстро и вы просто не приняв ход куда-то отошли приходите уже два-три дня прошло у меня такое тоже бывало когда соперник без моего ведом оставил убирал точнее эту галочку и начиналась ерунда так с этим вроде тоже разобрались вот начинается игра есть еще галочка в принципе pvp битвы с нейтралами если эту галочку поставите то как только соперник будет атаковать любые нейтральные войска поле битвы будет видно и вами сопернику и вы будете управлять теми нейтралами на которых соперник напал вот у нас целый турнир проводился он недавно закончился турнир подписчиков 2018 вот если хотите наглядно посмотреть как все это дело происходит посмотрите этот турнир на канале армак play возможно вас это заинтересует но в целом играть с этой галочкой очень долго поэтому лучше ее все-таки снимать ну и не забывайте за правило включать выключать если хотите играть без вот этих вот правил и ограничений убирайте лучше когда вы создали игру в онлайне то у вас немножечко меняются сами опции по кнопочке еще опции здесь можно поставить галочку защитить сохранение паролем в этом случае вы будете играть с паролем по вот этой кнопочки вы можете видеть какой пароль вы ввели можно вообще случайно и сгенерировать его будут крайне тяжело взломать можете писать вручную какой-то пароль тут уж как вы сами придумаете и если можно играть с одновременным ходом то есть он оплачен у обоих тогда можно здесь еще галочку ставить одновременные ходы и выставлять до какого дня можно будет играть с одновременным ходом то есть до какого дня выходите одновременно а после которого опять включается по шаговый режиме вы играете как обычно ну вроде все в этом плане еще вот здесь вот чатик для переписывания с соперником можно писать что угодно и есть кнопочка скрыть чат если вы не хотите видеть что вам пишет тот или иной соперники вот здесь внизу справа есть кнопочка но это для общения в онлайн лобби вот если вы в лобби зарегистрировались лобби это игровой сервер в этом случае вы сможете поглядывать во время игры что там творится и здесь будут циферка появляться если вам кто-то написал если раньше во время игры кстати по поводу игры если вы хотите переписываться с соперником во время игры для этого нужно нажимать клавишу tab слева на клавиатуре пишите сообщение нажимаете enter таким образом сообщения ну и раньше по старинке там через f2 можно было всякие сообщения посылать и так далее но сейчас все это дело изменили